Здравствуйте, Александр, с нами организатор данного турнира. Представляете, что у вас здесь? Значит, меня зовут Давыдов Александр, я руководитель Нижегородского отделения клуба исторической реконструкции Верн. Что вы сегодня здесь делаете? Мы сегодня здесь организуем уже пятый турнир. На самом деле он немножко не пятый, он шестой. Просто первый был пробный, и поэтому мы его не считаем. Вот, поэтому решили, что пятый. Для нас это такой маленький и хороший юбилей. У нас очень добрая традиция проводить этот турнир ежегодно. В один год только, к сожалению, был перерыв по объективным причинам. И вот, собственно, сегодня мы хотим сделать такой, может быть, самый яркий турнир. К нему была наиболее серьезная подготовка. Нас поддерживают очень много наших хороших, добрых товарищей из различных структур. И сегодня приехали очень интересные бойцы, я думаю, что будут очень зрелищные поединки. Скажите, пожалуйста, какие номинации вы планируете провести? Значит, мы планируем провести пять основных номинаций. Это щит-меч, мяч-баклер и турнир на алибардах, как традиционные. Кроме этого, мы планируем провести номинацию по полуторному мячу. И первый раз, на моей памяти, бой на двуручных мячах в полном доспехе. То есть там есть два элемента обязательно. Наличие двуручного мяча и наличие полного рыцарского доспеха. Должно понравиться. Плюс к этому, на открытии мы планируем провести один бой, так называемые профессиональные номинации по бой. Очень сильные соперники подобрались. Расскажите, пожалуйста, соперникам, что за бой? Значит, профессиональный бой между двумя товарищами по сборной, можно сказать, но представителями разных клубов. Значит, один из них представитель Нижегородского отделения клуба исторической реконструкции «Герн» Тигунов Антон. Второй представитель клуба «Рыцарский замок» из Москвы «Сыркин Олег». Два очень сильных бойца в одной весовой категории, с схожим потенциалом. Действительно, будет очень интересный бой. Я, конечно, так втайне немножко переживаю больше за своего бойца, но ввиду того, что на это мероприятие, кроме того, мне выбыла функция судей, естественно, я буду абсолютно объективен. В общем-то, доказал это на большом количестве мероприятий. С этим проблем нет. Скажите, пожалуйста, что для вас это турнир? Что вы получаете? Это, скажем так, это турнир, это то мероприятие, которое мы делаем сами для себя, в свое удовольствие и для своих друзей. Историческое фехтование, историческая реконструкция – это все равно определенный формат общений. И самое главное, чем особенно приятен этот турнир, он абсолютно аполитичен. То есть здесь нет никаких конфликтов, интересов. Люди выходят абсолютно как спортсмены, они прекрасно общаются до, будут прекрасно общаться после. И вот такая форма поединка, где спортивный элемент преобладает над какой-то гиперагрессией и супер жесткостью, он и дает возможность почувствовать в полной мере какие-то такие элементы сплоченности, товарищества, спортивного азарта. Можно, по-моему, сказать, что вы получаете их оттенцируем, откуда они приехали, с каким блоком, на них переулки? Значит, мы сразу скажу, мы не гонимся никогда за количеством участников, потому что нам намного более интересно сделать, может быть, для небольшого количества бойцов наибольшее количество боев. Мне не очень нравятся мероприятия, когда человек, вынужденный проезжать половину страны, выходит на пару боев, и после этого для него турнир заканчивается. Это, безусловно, неправильно. Мы стараемся, скажем так, наиболее полно дать возможность участникам поучаствовать в различных номинациях, потому что есть люди, которые выходят в несколько номинаций, это абсолютно не воспрещается, зависит только от желания и физического потенциала непосредственных участников. Приехали, значит, кроме бойцов из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, приехали участники из Москвы и Московской области, из Чебоксар представители. К сожалению, не сумели приехать наши, скажем так, хорошие друзья, которые показали очень хороший уровень в прошлом году из Северодвинска, и не получилось у наших одноклубников из Перми, потому что тоже занимали призовые места. Но на этом турнире достаточное количество новых участников, есть какое-то количество действительно звездных бойцов, которые отлично себя проявили и на уровне Российской Федерации. Ну, посмотрим, турнир очень интересный, планируется. Хотите пожелать участникам? Я искренне желаю участникам честных поединков, ярких побед, и желаю им получить удовольствие от участия. Ну, я очень желаю вам тоже подать свой поведение. Большое спасибо.